Шесть дорожек для спортсменов, современная технология водоподготовки и европейские стандарты. Бассейн «Классика» построен с учетом современных требований. Здесь можно проводить соревнования любого уровня. На открытии современного комплекса присутствовал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Я надеюсь, дорогие ребята, что вам этот бассейн понравится, что он будет служить университету и области долго, что он позволит вам укреплять здоровье. Нам нужны в том числе и в первую очередь здоровые люди. На открытии бассейна «Классик» директор строительной компании, которая и воздвигла этот комплекс, передал символический ключ от дверей ректору вуза, чтобы они всегда были открыты как для студентов, так и для жителей города. Ректор, в свою очередь, поблагодарил и губернатора за активную помощь при строительстве бассейна и попросил его дать старт спортивной жизни комплекса. На стартовых упорах спортсмены города, кандидаты и мастера спорта по плаванию. Через несколько секунд здесь начнется настоящее состязание. Победителям заплыва вручают сертификаты на свободное посещение бассейна. Лучший результат – 24 секунды. Второе место занял Сергей Цинкин, кандидат в мастера спорта по плаванию. По словам спортсмена, этот бассейн немного отличается от других в нашем городе. Например, стартовыми упорами, которые установлены так же, как и в профессиональных бассейнах. Очень хорошая вода, хорошо плывется. В общем, все нравится, как здесь все сделано. Можно и проводить лекционные занятия в этом помещении, можно заниматься в зале. Все сделано для студентов. В здании бассейна также располагается тренажерный зал. В нем ежедневно занимаются как юноши, так и девушки. Притом, его могут посещать не только спортсмены-пловцы, но и все желающие. В день открытия бассейна губернатор области побеседовал со студентами-активистами университета. Вопросы задавались самые разные. От подарков на 8 марта до развития региона. На все губернатор постарался ответить. Коснулись и темы спорта. По словам Николая Любимова, это направление нужно развивать в регионе. И в этом году мы будем спортивные площадки продолжать строить. И в следующем году мы планируем еще два фокуса все-таки построить. Мы нанимемся, что получим поддержку из федерального центра. Чем больше людей мы привлечем к занятиям физкультуры, тем лучше. Это не просто показатель. Это общий, скажем так, такой индикатор для состояния дела в области, в любой. Когда люди занимаются больше физкультурой, соответственно, меньше болеют. Это уже второй спортивный комплекс, который открылся в Рязани в 2018 году. В начале месяца в городе Кораблино был открыт культурно-оздоровительный комплекс, который уже пользуется большим спросом у местных жителей. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.